Найдите сумму величин углов четырехугольника. Мой нравится два трехугольника. Я вам нарисовал два четырехугольника. Найдите сумму величин углов четырехугольника. Она всегда одна и та же. 360. 360. Почему? Потому что если она разделась на два. Да, да, да. Вот здесь вот эти три угла дают 180. И то же самое вот эти вот три угла дают 180. Ну и там тем более отличие. Чему равна сумма величин углов? Такой тоже бывает. Бывает? Сумма вот социальности. Все понимают, что в любом случае мы что делаем? На три трехугольника. Конечно. Разрезаем его на три трехугольника. Отлично. Отлично. Ну, теперь то же самое. Для начала нарисуем выпуклый. Выпуклый многоугольник. Интересно, сколько сторон получится. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот. Семь сторон. Как вы думаете, у семи угольника, как узнать сумму величин углов? Надо его разделить на трехугольника. Надо его что? Надо его разделить на трехугольники, только их уже будет не три, а несколько больше. Несколько больше, это сколько? Это вот трудно почитать, да? Пять. Пять. А если бы здесь было не семь вершин, а Н вершин? Н-3 на 180. А если подумать. Н-1. А если еще подумать. Н-2. И это уже правильный ответ? Отлично. Коля, артиллеристом будешь? Они тоже так. Недолет, перелет, попадание. Недолет, перелет, попадание. Итак, Н-2 умножить на абсолютно такая же формула верна для невыклого семиугольника. Давайте посмотрим. Я нарисую, что-нибудь я понимаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь. Ну, давайте посмотрим. Вот я отрезаю один треугольник, отрезаю второй треугольник, отрезаю третий, четвертый, пятый. Хоть и не выпуклый, а все равно разрезали на пять. То есть, эта формула верна всегда для любого семиугольника. Но, если выпуклый, то совсем все очевидно. А если не выпуклый, то разрезание выглядит... Все-таки надо учитывать форму. Но, в любом случае, можно разрезать на Н-2 треугольник. Обратите внимание. Я это сейчас не доказал. То есть, вот здесь-то все понятно. Берешь вершины, проводишь во все другие, и все понятно. Здесь я это не доказал. Это довольно хитрая штука. Надо доказать, что в любом многоугольнике есть диагональ, которая, ну, соединяя две его вершины, больше ни с чем не пересекается. То есть, разрезает его на два многоугольника. Потому что, как только мы такую диагональ хоть одну находим, потом мы следующую находим, следующую находим, и так все разрезается на треугольнике. Эта теорема, она несложно доказывается. Но не хочу сейчас просто... Обязательно она у нас рано или поздно еще встретится. Это одна из знаменитых геометических задач существования диагонали в любом многоугольнике. Ну, естественно, если вершин больше, чем три. Обязательно есть диагональ, которая режет у нас два многоугольника, но потом мы с какой-то разберем.